Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, как и всегда, сможешь узнать все самое интересное, актуальное и веселое из мира. Настольных игр, кино, комиксов, сериалов и прочих радостей гиковской жизни. Смотри сегодня в выпуске. Новый повод помахаться с Годзиллой, оскверненное детство, ужасный финал Мандалорца и великолепный и омерзительный Свинтус. По традиции мы начинаем наш выпуск с блока новостей. Всего понемногу. В сети опубликован первый трейлер фильма 100 лет тому вперед. Экранизации одноименной повести писателя Кира Булычева из цикла приключения Алисы и ремейк советского телехита «Гости из будущего». Фильм расскажет историю обычного парня из современной Москвы. Коли Герасимова, который, цитата, увлекается видеоиграми, рэпом и ходит на тусовки с друзьями. По сюжету картины он попадает в будущее на 100 лет вперед, где знакомится с Алисой Селезневой и вместе героям предстоит предотвратить тайное наступление космических пиратов на Землю. Из трейлера стало известно, что роль Алисы Селезневой исполнит Даша Верещагина, которая ранее снялась в короткометражке «Ви». Колю Герасимова сыграет Марк Эйдельштейн. Смычок. Также на экране можно будет увидеть перформанс великолепного Александра Петрова, Юры Борисова, Виктории Исаковой, Константина Хабенского, Федора Бондарчука. Ну а режиссером ленты выступит Александр Андрющенко, работавший над фильмами «Лед 2» и «Вторжение». Ну, что тут можно сказать? Очередной оплот в нашей кровопролитной борьбе за детство потерян. Классная история с путешествиями из прошлого в загадочное будущее уже на стадии концепции превратилась в боевое фэнтези со всеми вытекающими. В роли пирата кривляющийся Петров, а в роли Алисы, ну, собственно, Даша Верещагина. К последней претензий минимум, но, тем не менее, переложить вину на кого-то очень хочется. Почему голубоглазая, светлокурая школьница превратилась в четвертьвековую Ларису Филатову из Atomic Heart? А? 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 У автора в шкафу, ну, то бишь, у меня, лежит два десятка книг про Алису, и ни в одной из них градус абсурдной птичек, показанному в трейлере, даже близко не подбирался. Плохо буквально все. Какие-то неумелые попытки в киберпункт сломанной перспективой, подражание очепенцам и стражей галактики, зашкаливающую рень кринжа от всего происходящего на экране. Ну, словом, писательская сатира превратилась в издевательский перформанс, жертвой которого станут зрители, ну и в том числе я. Релиз всего достояния кинематографа состоится в 23-м году. И напоследок показали тизер новой схватки Конга и Годзиллы. В 2024 году два Титана снова что-то не поделят и схлестнутся в сокрушительной для окружающих битве. Пройдет этот махач под эгидой фильма «Годзилла и Конг. New Empire». Ну, а процитировать это можно лишь словами Мофа Гидеона «Long Cliff» и «Empire». К слову, о его злоключениях, ну и о, разумеется, зрительских, мы поговорим в нашей следующей рубрике. 19 апреля состоялась премьера финального эпизода «Мандалори». Он восьмой в третьем сезоне и по субъективству заключительный. Что можно сказать? Мы совсем недавно о «Мандалорце» и о его пронежуточных успехах и каких-то неудачах уже говорили. Хочется в первую очередь вернуться к тем немногим достоинствам. Да, спойлер, речь будет идти преимущественно в негативном ключе. Из плюсов, летающая схватка летающих штурмовиков и не менее подвижно летающих «Мандалорцев» получилась прикольной. Для телевизионного сериала с ограниченным бюджетом и весьма ограниченными по размерам и аппаратуре павильоны для съемок смогли выдать по-настоящему прикольное, захватывающее зрелище, которое с интересными кадрами, ракурсами, экшн-схватки какие-то в полете выглядят довольно необычно и за это респект. Также хочется, ну, не то что поблагодарить создателей, но тем не менее отдать им должное в репрезентации, я думаю, мандалорской культуры. У сериала множество недостатков, причем у сериала я говорю преимущественно про второй и третий сезон, про первое в меньшинстве. И мандалорцы, как бы их там ни показывали, ни клеймили, их показали, и это хорошо, когда проект фокусируется на какой-то отдельной детали. Но на чем он конкретно не фокусируется, так это на сюжете и на развешенных чеховских ружьях. Нам показали 8 эпизодов, из которых, ну, откровенно говоря, для сюжета значение имеют только 2. И мы возвращаемся к замечательной концепции первого сезона, где был второй, по-моему, эпизод, третий эпизод и последний эпизод. Три эпизода, предпоследний, предпоследний эпизод имели сюжетное значение, первый и третий имели значение как завязка. То есть фактически вся история это филлер, а какое-то общее значение для магистрального сюжета приобретает только финал. И у концепции изначальной проблемы бы не было. На момент первого сезона Дин Джарин, он же Мандалорец, он же Педро Паскаль в серебряном шлеме, он наемник. А жизнь наемника это сплошной филлер от награды к награде, какие-то поручения, что бы тебе не поручили, лишь бы платили, сюжетная нагрузка минимальная. Но в третьем сезоне он стал защитником, где-то в промежутке у Бабу Фета он отнял своего этого малыша, и теперь он снова путешествует с Беби Йодой. И поэтому его концепция от привычного наемника очень сильно отошла в сторону защитника. Но занимается он все так же какой-то несвязанной ерундой, причем несвязанной ерундой в очень скупых декорациях. В глаза бросается попытка разнообразить повествования. Это и третий эпизод, посвященный Новой Республике, целиком проходящей на Корусанте. Это и шестой эпизод, посвященный расследованию на маленькой планете, где тусят мандалорцы-наемники, тусит Джек Блэк и тусят дроиды в своем импровизированном дроидовском баре. Очень сильно бросается в глаза, что те персонажи инородные, например, те же, как их зовут-то, те же персонажи, раз из которых был Грида, который, собственно, стрелял в первом и четвертом эпизоде, как назвал, забыл, вот те же Курианцы, кто там еще, тот же Адмирал Акбар, все они использовались со съемкой какими-то кожными масками, и на первый сезон Мандалорца это выглядело прикольно, но после второго, после книги Боба Фетта, после Кеноби смотрится это как-то все очень дешево, и тот же Андорр, где преимущественная часть труппы, собственно, актерская, оставалась людьми, это смотрится очень дешево, потому что маски как-то кривые, одинаковые, все сильнее ощущение, что их просто перекрасили. По сюжетной нагрузке сериалу не повезло с третьим сезоном попасть в такое неприятное пространство, то ли между Сциллой и Харибой, то ли между производственным молотом и наковальней, где, с одной стороны, перестановки у Диснея в руководстве, где они хотят каким-то образом сконцентрироваться на качестве шоу после снижения рейтингов их фильмов, и между намерением развивать дальше вселенную Звездных войн темпами после того, как первый Мандалорец показал класс и собрал много просмотров. Поэтому, вроде как, обещанный в конце второго сезона развод Дина и малыша Йоды, обещанный в концовке какой-то замес грядущий за Мандалор вместе с Бо-Катан, который очень хочет обладать черным мечом, все как-то перешло в непонятное русло недокрученной интриги. Никто, ну, спойлер, очевидно, никто не умер, никто не пострадал, никакой жертвы, сломали только меч, но, как показывает практика, все сломанное можно запросто починить. И я вам даже больше скажу. Общий бред происходящего с отсутствующими ставками выражается в заключительной сцене. Причем это напоминает третий сезон «Пацанов» и второй сезон «Пацанов». Все заканчивается промежуточно, будто если завтра начальники скажут сериалу «Все, Зеленого Света новому сезону не даем», можно так, в принципе, неплохо и закончить. Поэтому мы имеем в конце третьего сезона Дина Аджарина, который закидывает ноги буквально на тахту в своем новоприобретенном домике, которому подарили на планете Невару, а маленький Бебе Йода, он же Дин Грогу, рядом сидит и ловит в болоте лягушек. Учитывая, что четвертый сезон официально заявлен, официально заявлено, Асока, хочется верить, что больше сюжета, который проскакивал иногда кусочками, в дальнейшем все-таки будет. Потому что иначе мы рискуем скатиться в пресную жвачку, на фоне которой мультсериалы по «Звездным войнам», которые до этого выглядели очень и очень эффектно, окончательно заберут превосходство, казалось бы, начинающей на больших кинотеатральных экранах франшизы. А на этом наш скорбный памфлет о Мандалорце, сага о Мандалорце сегодня подходит к концу, и мы переходим к более позитивной, хотя и, казалось бы, более агрессивной теме выпуска, к теме настолок. Если мы хотим поговорить о настолках, то сегодня у нас не очень обычный, но тем не менее довольно распространенный в среде настольщиков кандидат. Вспоминая о прошлых играх, часть из которых сейчас не найти, часть из которых можно как-то запросто усомниться в их существовании, сегодня мы поговорим про довольно известную и, что главное, легко доступную в магазинах настольных игр игру. Конкретно про «Свинтус». И конкретно про «Свинтус. Правила этикета». Ну, говоря о состоянии «Свинтуса» на отечественном рынке, можно отметить одну важную вещь. «Свинтуса» чуть больше, чем в версии «Мафии», но все еще чуть меньше, чем в версии «Манчкина». Есть и для поднятия корпоративного духа, и посвященный зомбакам, и посвященный метаморфозам, и в 3D, и для самых маленьких. Ну, собственно, учат детей с юности всему хорошему, как отстаивать свои границы, свои права и параллельно реакцию. О самом игровом процессе «Свинтуса» говорить можно долго, можно недолго, смысл все равно один. Вам надо побыстрее избавиться от своих карт, но в игре, как назло, есть те самые карты, которые очень сильно этому мешают. А особенно этому будут мешать другие игроки. Ну, а каких-то совсем безобидных, типа «Тихохрюна» или, я не знаю, «Полисвина» — что можно сказать? «Полисвин» — вы просто как в «Уно» задаете желаемый цвет. Собственно, игра очень сильно напоминает «Уно», но «Уно», скажем так, повеселее. «Тихохрюн» — ну, все должны молчать до следующего хода, нарушитель, кто вякнет, да, «Кона» берет две карты. Ну, тут, скорее, интересная тема, что это вот конкретно этот модификатор хорош для очень шумной кампании, потому что в конце, когда игра постепенно начинает разгоняться, всем не до разговора, все и так молчат. «Хапёж» — ну, «Хапёж» — это безотказное средство. Игрок пропускает ход, берет три карты, а значит, примерно на три «Кона» отодвигается от желаемой победы. «Захрапин» — он просто пропускает ход, эффективно, но не так приятно. А дальше включается интерактив, например, «Хлопкопыт». Ваша задача — положить карточку, ну, а затем все игроки должны накрыть колоду ладонью. Ну, и тот, кто накроет ее последний, берет две карты. У игры, скажем так, вокруг этого правила сложилась очень интересная трактовка. У каждой кампании понимание свое. Кто-то говорит, что кричать об этом не обязательно, надо положить и просто реагировать молча. Кто-то, как поручик Ржевский в анекдоте, говорит «Хлопкопыт» невозмутимо кладет руку легендарный «Хлопкопыт», господа, из этой серии. Поэтому как-то предупреждает о действии этой карты. Но, но, так как мы говорим о версии, которая посвящена не только свинскому разгильдяйству, но еще и змеиной подозрительности, здесь есть специальные серые карты, которые по нынешним меркам не такие разнообразные. Это, там, не метафорфолзы, не какие-то осьминоги, не зомбаки, но тоже довольно прикольные. Итак, во-первых, они очень классно локализованы. Вот со всей этой змеиной и шипящей манерой купила змея шляпу. Она ей как раз, вот что-то из этой серии. Есть «Шинкогнито», то есть надо отдать тому, кто обратится к вам по имени. Сразу скажу, что эти карты, они модифицируют игру, и они как-то относятся больше к тем компаниям, которые в оригинального «Свинтуса» наигрались, и они хорошо понимают смысл «Свинтуса». И используют его некоторые фишки, скорее ради веселья, а не ради победы, потому что кто в здравом уме будет кому-то обращаться по имени во время игры. Тут и говорить-то особо не хочется, если это не худ копыт. Есть вообще потрясающая карта, она называется «Шуррикен». Надо отдать, собственно, тому, кто сделал перехват, если в него попали эти карты. То есть фактически карточками вы можете кидаться. Если бы я еще умел кидаться картами, это можно было бы очень эффективно показать. А так просто остается представить. Ну, давайте попробуем. Была, не была. Карты все равно пережили довольно много. Хопа! Ну, вот куда-то туда она улетает. Представьте, если там был игрок, то было бы довольно весело. Есть карта, которая характеризует любого студента, который пришел не готовый на пару. Она звучит как «Что?» Мы должны отдать ее, собственно, тому, кто ответил на ваш вопрос. Да, я буквально зачитываю карты, потому что механика с «Винтуса» проста, восхищаться можно бесконечно. А лично вот эта версия мне безумно нравится из-за змеиных каламбуров, поэтому нельзя отказать себе в удовольствии. Есть шалун. Как будто вспоминаешь какой-то старый сайт с анекдотами или имиджборд. Тот, кто нарушил правила по излишним эмоциям. Есть штоль. Штуля нет, есть только штоль. Тот, кто положил граблю на стол раньше того, как это, собственно, требует хлопкопыт. Есть шматрун. Шматрун. Слушай, на самом деле, вот я сейчас смотрю, такая радость обуревает. Казалось бы, нет миниатюрок, излишняя детализация, а такая прикольная. Вот. Ну и есть две карты-загадки. Они приравниваются к черной метке. На самом деле, на них можно написать что-нибудь свое, но у меня все как-то оригинальности придумать, что-нибудь прикольное не хватает. Есть две карты, поэтому время интерактива. Две самые оригинальные идеи будут помещены и показаны в следующем выпуске. Думайте, ржом бы это или нет. А на этом наша веселая рубрика, собственно, суши заканчивается. И мы делаем веселый хлопкопыт. И переходим на финал. На этом наш выпуск на сегодня заканчивается. Но не переживай, совсем скоро мы вернемся с кипой новых интересных новостей, каких-то прикольных шуток, ну и обязательно обещанной настолочкой. До скорых встреч! Точно, этих паганцев, из которых Гридов был, их звали Радианцы. Наконец-то я это вспомнил. Все, теперь сушишься окончательно чисто. Записано. Спасибо. 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 Спасибо.